МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Именно там группа понесла самые большие потери. Десять офицеров погибли живым щитом, прикрывая детей от террористов. О людях, которые всегда на передовой, Сергей Гапонов. На этой аллее Никола-Архангельского кладбища часто можно увидеть мужчин в гражданской одежде, но с военной выправкой. Бывшие и действующие сотрудники легендарной группы Альфа приходят сюда для того, чтобы почтить память погибших товарищей. За 35 лет своего существования Альфа потеряла 24 человека. Первые два офицера группы А погибли 27 декабря 79-го на окраине Кабула во время штурма дворца Таджбек, больше известного как дворец Амина. В тот день эти люди поставили под сомнение все боевые уставы, которые гласят, что для успеха атаки у атакующих должно быть шестикратное превосходство. Такими силами такая крепость, она не бралась, просто нам Бог помог. Во время штурма дворца Амина Николай Берлев был ранен, как и почти все альфовцы, но из боя не вышел. Саша Плеснин, Витя Карпухина, я первым пробежали во дворец, по первому этажу выполнили определенную работу. Потом Плеснин и Карпухин пробежали на второй этаж и решили вопрос с Амином. Через несколько месяцев после штурма Таджбека в альфу пришел Виталий Демиткин. Он прослушал в группе 27 лет, за плечами десятки боевых операций. До мельчайших деталей помнит каждую из них, и особенно первую. Это в начале 90-х захваты самолетов стали почти регулярными, а в 83-м такое считали случаем беспрецедентным. В Тбилиси воздушное судно с пассажирами на борту захватили несколько вооруженных бандитов. Когда они начали убивать заложников, в дело вступила альфа. Когда мы проникали в салон, слышна была стрельба, какие-то крики, и кто-то кому-то кричал, сделай то, что ты обещал. Видимо, нужно было привести в действие взрывное устройство. Бандиты были обезврежены, и взрыва не последовало. Во время штурма никто из заложников не пострадал. Та операция до сих пор считается в альфе эталонной. Но есть и такие, которые офицеры не любят вспоминать. В Буденовске спецназовцы были готовы выполнить любой приказ и уничтожить террористов. Но приказ был террористов отпустить. Когда через несколько лет в театральном центре на Дубровке в Москве боевики Бараева возьмут заложников, альфа опять будет готова к штурму. После Буденовска таких массовых захватов больше у нас не было. Было непонятно, какое решение примет руководство. То есть будет ли вообще штурм, или будет договариваться о мирном решении этой проблемы. На этот раз террористов решено было уничтожить. А через два года в Беслане у альфа просто не было выбора. Если бы штурм не начался, погибнуть могли все, кого террористы удерживали в здании школы. У него три ранения и три ордена мужества. Полковнику Маларчикову нет еще и сорока. Когда вспоминает Беслан, голос дрожит. Когда я вошел в здание школы, была такая злость, что я отсюда выйду, если отсюда все не взорвется и не рухнет. Но попробуй ты, супостата, выйди. Ты не выйдешь. Этих супостатов, так скажем, мягко назвать, вот, сейчас, тяжело просто. Любое напоминание операции всегда на душе боли. Когда вы уже вышли из самолета, небо уже начало, как бы, это самое проясняться. Рассвет наступал. И такое было чувство, что вот, ну, даже, как все-таки прекрасно жить на этом свете. Как говорят десантники, если я встану у открытого люка, и если мне не станет страшно, я перестану прыгать. Все равно страх он есть. По статистике, из 100 мальчиков, которые рождаются, все могут быть воинами. Но мне кажется, сюда идут самые лучшие. Это просто обыкновенные герои, обыкновенные воины, которые защищают свою страну. Они и сегодня в любую минуту готовы встать на защиту, и если понадобится, закрыть собой. Обыкновенные воины, обыкновенные герои, имя которым Альфа. Сергей Гапонов, Роман Михаленко, Вячеслав Черешко, Анна Бритвина. Первый канал. В эти выходные на нашем канале документальный фильм, рассказывающий о штурме дворца Амина в Афганистане, который стал для группы Альфа боевым крещением. Эксклюзивная кинохроника. Документы Политбюро. Фильм «Исповедь диверсанта» в субботу в 14.50 на Первом канале. Корректор А.Кулакова Е.